Всем привет, друзья! Вы на канале ProBlockchain, с вами Максим. Сегодня мы поговорим про Stepan. Вышло обновление. Давайте посмотрим, что у нас произошло и что теперь интересного у нас будет происходить. Итак, обновились. Было 4 часа MyTenance, с 6 утра по московскому времени до 10. Ввели свитки такие. Теперь, чтобы минтить кроссовки, нужно будет 2 свитка. У коробок теперь 10 уровней. Свитки можно находить в коробках. Коробки дают заходьбу. Цены на открытие коробок подешевели. Я покажу попозже. Оптимизировали античит. Подкрутили кошелек. Транзакции должны ходить быстрее. И теперь у нас исправлены банки. Кстати, вот этот канал ProAllAndEarn. Это закрытый канал. Можете сюда тоже добавляться. Здесь будет очень интересно. Поехали. Ну, во-первых, давайте перед началом не забывайте ставить лайки и делиться данным видосом со своими друзьями. Я попытаюсь сейчас показать, что у нас происходит. На телефоне вы видите, что немножко у нас обновился интерфейс. Коробочки стали выглядеть по-другому. Теперь у коробок суммарно 10 уровней. Мы сейчас в прямом эфире попробуем открыть две коробки. Посмотреть вообще, что с них выпадает в целом, чтобы вы понимали. И немножко в конце я расскажу про стратегию, что у меня происходит. Давайте пойдем в маркет. Во вкладке Address у нас появились теперь свитки. Давайте мы просто все посмотрим. Цена на них пока что сформировалась порядка 50 GMT. Они продаются за GMT. Это прикольно. Нужно два свитка. То есть теперь только два свитка. Вот их покупают, кстати. 120 GMT нужно, чтобы сментить кроссовки. И, соответственно, скрещивать кроссовки стало немножко дороже. Ну, посмотрим, что у нас в целом по ценам получается. Это на Коммановске. Анкоммановске у нас самая дешевая цена 94 GMT. Сейчас у нас прайс на GMT. Сейчас открою, посмотрю ради интереса. Сколько он стоит? GMT. Стоит он 0,67 GMT на данный момент. Ну и бог бы с ним. Стоит и стоит. Значит, 94 сейчас минимальный флор прайс на зеленые. На синий свиток у нас цена 438 GMT. Уже приятно. И эпики у нас 999, там 10 тысяч. Ну, цены пока что еще не сформированы. Будем смотреть. Давайте откроем сундучок. Посмотрим, что с него выпадает. Немножко ускорим это дело. Бам. Посмотрим. Что ты? Два камушка мне дало красных. И все. Прикол, свитков нет. Хорошо, давайте откроем следующий сундучок. Посмотрим. Потрачу немножко GST. Ради контента. Чик. Два желтых камня. Это неплохо. И нет свитков. Гайз, обминтить будет херо. Я хочу вам сказать. Дальше. Давайте этот откроем. Посмотрим. Зеленый. Два желтых, два красных. Свиточек. Отлично. Интересно, а какой свиток? Давайте посмотрим. Вот выпал мне свиток. Посмотрим. Зеленый свиток выпал. Но нужно два таких свитка. То есть, я вам хочу сказать, это неплохо. Зеленый свиток. Сейчас, если посмотреть по маркету. Ну, короче, история с ментом теперь прям. 85. 85 GMT. То есть, я меньше потратил. Давайте откроем еще синий. У меня есть пятого уровня. Коробочка. Открываем ее. Что тут выпадет? Два синих камня. О, е, бэби. Желтый. Это просто. Иди сюда, мою. Хорошо. Но свитка не было. Короче, сам факт заключается в том, что свитки падают редко. Просто, чтобы вы понимали. С гемами все неплохо. А сколько стоит гем второго уровня сейчас? 1 BNB. Ну, 200 долларов. Как бы выпало с коробки. А потратил я 50 GMT. То есть, видите, с хороших коробок выпадают гемы и свитки. Свитки выпадают редко. Поэтому, теперь, я думаю, что когда это народ вкурит, 40 у нас уже нулевые волкеры на рарке. Анкоманки должны уже 7 BNB. Флор прайс потихонечку поднимается. Народ сейчас раскурит, что не так просто теперь минтить. И 1.76 BNB. Теперь нулевые волкеры. Ну, вот такое вот обновление. В принципе, неплохо. Теперь давайте поговорим о том, какая у меня стратегия. Значит, смотрите. У меня это вот BNB-шный, дальше Солановский. Есть еще у меня второй аккаунт. Вот здесь вот. Второй аккаунт. И на втором аккаунте у меня есть тоже немножко BNB-шных кроссовок. И одна всего лишь Солановская. Солановский тапок 1. Значит, я буду... Я хотел минтить. Но теперь со свитками на минт. Ну, будем с рынка покупать. У меня вот два кроссовочка пятого уровня здесь находятся. Я буду их сейчас скрещивать. Давайте ради интереса посмотрим, сколько стоит минт. Может быть, он подешевел. А, я не могу минтить. 72 часа должно пройти, чтобы я мог что-то скрещивать. Ну, понятно. В общем, пока что я не могу ничего скрещивать. Нету кроссовок, к сожалению. Я потом отдельно про это видео запишу или в канале выложу. Но суть в том, в общем, какая у меня стратегия. Там еще будет разделение царств. Мы писали об этом в канале. То есть, будет BNB-шная отдельная энергия. То есть, энергия будет бридж между энергией. То есть, всего 20 энергии, типа максимум. Но если вы потратили там 5 в Солане, то останется 15, например, в BNB. И, в общем, у меня идея такая. Взять, чтобы у меня по итогу было 15 кроссовок на BNB, что будет давать мне 12 энергии в сумме. И чтобы у меня было 15 кроссовок на Солане. Сейчас у меня на BNB 10 и там 3. Это 13 кроссовок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Тринадцать кроссовок. Получается, еще я могу 2 докупить. Это будет 15, а 12 энергии. И у меня есть 3 зеленых. 12 энергии плюс 3, это 15. И синие, 16-17. Вот у меня 17 энергии. Я смогу тратить на... Смогу тратить на вот эти штуки. Дальше. Солановская штука. У нас на Солане у меня больше сейчас тапок. Я то, что минтится у меня на БСК. Я их оставляю на БСК, потому что у меня меньше. А Солановские пока продаю. Я тоже хочу, чтобы у меня было по итогу 15 кроссовок Солановских. И у меня здесь на Солане есть тапок 30 уровня, который дает мне вот этот вот. Который дает мне по итогу максимальное количество GST в день. То есть я могу 300 GST в день фармить, потому что у меня кроссовки много фармят за один день. Давайте посмотрим. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 тапок. То есть я потом в перспективе на Солане продам какую-то часть кроссовок. И они тоже подешевели, подорожают немножко. Там будет повеселее их продавать. Наблюдаем. Вот такая вот стратегия. То есть сделать 15 кроссовок на BNB, 15 на Солане. Это будет суммарно там 12 энергии, которые только по кроссовкам. Плюс зеленые и синие кеды. И будем продолжать ходить. Что делать с минтингом пока что абсолютно непонятно. Надо считать насколько это выгодно. Вот мы с вами открыли 4 бокса. Нам выпал 1, 1 зеленый свиток. Теперь новые кроссовки будут появляться хуже. Соответственно я думаю, что флор прайс продолжит как бы дорожать. И сейчас вообще абсолютно не имеет значения. Вот давайте например возьмем... Тут у меня не могу я это минтить. Я хочу взять каких-то 2 кроссовка, чтобы посмотреть сколько будет стоить минт. Мне очень интересно. Но вы видите, у меня нет кроссовок, которые можно пощелкать, к сожалению. Прям нет. Ну вот не могу я ничего показать, к сожалению. Ну вот такие дела. В общем все. На этом будем финалить. Разобрались с минтом. Что будет все печально. Кроссовки видимо будут дорожать. Лутбоксы будут походу выпадать теперь на любой как бы. Энергии. Их стало теперь 10 уровней. Соответственно там они чуть ли не с 2 энергии будут теперь выпадать. Просто будут выпадать фонаревые лутбоксы. Соответственно если вы захотите допустим там... И много времени надо, чтобы прошло, чтобы открывать их достаточно дешево. Короче механику поломали. С минтом прям сложно. Я очень рад, что у меня есть вот такие вот синие кроссовки. Что я вырвал их просто с рынка мощные. Смотрите, что у меня получается по ним. Давайте пару слов по этим диким кроссовкам. Потому что ну не у всех такие есть. Значит у меня вот базовые показатели. Моего кеда. Он у меня выхаживает сейчас. Вот в моменте он будет 18 уровня. Без 4 камня у меня получается где-то 230 GST за полную прогулку. Вот так вот выглядит с камнями. Значит ставив камень на удачу. Я получаю гораздо большее количество сундуков. Это теперь важно. То есть теперь синие камни будут в цене. Однозначно. Дальше. Фиолетовый камень я вставил на Resilence. Я Resilence не качаю вообще. То есть я теперь тут качаю все на эффективность. У меня этот кроссовок чисто заточен под Farming GST. Хочу потом в перспективе купить на Farming GMT на Comfort кроссовок. Ну посмотрим буду ли я это делать. При достижении 20 уровня я буду выфармливать вот эту вот всю свою шкалу. То что у меня доступно в день. 300 GST максимум. И мне придется уже ее за 300 GMT немножко улучшать. Потому что у меня будет достигнут по сути предел с вот этими вот кроссовками. Это при том что 20 энергии останется у меня. Ну будем смотреть может быть не останется. Поэтому на сегодняшний день. Если мы хотим что-то купить. Допустим даже получше какое-нибудь эпическое что-то. Это будет стоить дорого. С нулевым ментом это 250 BNB. Это волкеры. И тут кстати будут как правило плохие дырки. Красные и серые. И на Resilence. Ничего с желтым тут можно вообще не найти. Поэтому я считаю что у меня вот эти. А вот с тремя желтыми. Ну неплохой. Но тут маленький базовый атрибут. Поэтому я не считаю что они очень крутые эти кроссовки. Потому что тырка именно к базовому атрибуту дает. Здесь все на удачу. Фонаревые кроссовки. А стоят дорого. Ну в общем видите. Ну с нулевым ментом вообще ничего хорошего нет. Ну вот эти вот неплохие. Их можно будет Джоггер раскачивать. И на GST и на удачу. Сейчас удача актуальна стала. Но стоит конь конечно. 400 BNB капец. В общем у меня вот эти кроссовки очень-очень-очень топовые тапки. Потому что здесь есть и на удачу камень. И на Resilence. И два на эффективность. Мне кажется что это самое лучшее сочетание которое вообще может быть. Потому что больше двух желтых дырок в синем тапке. Ну как бы 300 GST. Это вполне нормально. Хватает на все. На менты. На улучшения. На открывание коробок. И еще остается. Я не успеваю тратить GST. Они как бы не заканчиваются. Все. Будем наблюдать. Писать дальше в канале. Если хотите попасть в канал. Ссылочка у нас под этим видео. Будет. Переходите. Канал закрытый. Если что. Все. Всех обнял. Пока. Дисклеймер. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok